Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на Радио Болтком. После девяти утра. Личное утро. Доброе утро всем, 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 кто нас слушает. В эфире программа «Личное утро» на Радио Болтком. Веду её сегодня я, Рита Трошкина, наш звукорежиссёр Евгений Копеин. А гость у нас сегодня, мы вчера уже вам заранее сообщили, проанонсировали. Очень интересный гость. Это Андрей Всетидийский. Наш человек на Кипре. То есть это он журналист латвийский, долгое время работавший в латвийской прессе, а уже 18 лет живущий на Кипре. Что он там делает и что происходит на Кипре и сможем ли мы туда поехать этим летом. И об этом и многом другом мы спросим у Андрея. И вы можете звонить с вашими вопросами. 672-12-939. 672-13-939. Телефон прямого эфира. Андрей, доброе утро. Калимера. Доброе утро. Хорошо меня слышно? Хорошо слышно. Нужны ли наушники? Алло. Или это не обязательно? Нет, не обязательно. Нужны ли наушники? Все нормально. Как у вас... Да, хорошо. Калимера, я говорю, да? Как у вас утро проходит? Начинается с чего? Личное утро на Кипре? У меня утро начинается с чая и бугатцы. Бугатцы – это такой пирог кипрский, яблочный пирог, он же apple pie. Утром я не могу много есть, но в то же время я понимаю, что обмен веществ надо как-то запустить, и вот это для меня идеальный вариант. Классный чай плюс бугатца. Утро начинается с пирога. Название для человека, который говорит по-русски. А вчера, когда мы разговаривали, Андрей, ты сказал такую фразу «сига-сига». Давай просто поясним нашим... Алло. Да. Поясним нашим радиослушателям, что такое «сига-сига» и почему эта фраза так популярна на Кипре? «Сига-сига», мне кажется, философский камень кипрского мироустройства и греческого тоже означает «медленно-медленно». Тихо-тихо, да? А? Тихо-тихо. Да, тихо-тихо. Ну, на русский, наверное, можно перевести так. Тот, кто понял жизнь, он не торопится. В общем-то, нет никакого смысла суетиться. Другое любимое слово греческое – это «аврио». «Аврио» – это означает «аврио». Ну, испанское маньяно, то же самое. Аврио, метаврио. Если человек прийдет вам завтра, аврио – это совершенно не означает, что завтра будет что-то сделано. В лучшем случае, через две недели. То есть такой стиль жизни, да, получается, по-гречески и по-кипрски. Правильно я говорю? Да. Вот мы сегодня очень рады с тобой побеседовать. У нас очень много вопросов. Как говорится, давненько не брал я в руки шашек, да, поэтому начнем, наверное, с самого начала. Вот этот период, о котором сега-сега, да, тихо-тихо, вот он у нас очень такой во всех странах сегодня присутствует. Не только у вас там, на острове, а сейчас поговорим немножко о карантинном этом периоде. Ты нам все расскажешь, как опытный человек, как у вас там все происходило, что нам ждать этим летом. Но вначале я хочу такой вопрос, опять-таки, чуть-чуть философский Андрей задать. Есть люди, известно, что есть люди материковые, по сути, есть люди островные, по сути. Ты вот у нас был материковый. Мы вместе когда-то работали много лет, да, и вот совершенно материковый человек, работавший в Риге, журналист очень известный, а сейчас стал островным человеком. В тебе, по сути, что-то поменялось? Вот остров в твоей жизни? Трудно ответить на этот вопрос, Рита. Но на самом деле я очень комфортно себя ощущаю на Кипре. Вот я неоднократно говорил своим друзьям, что большинство из них летают отдыхать на юг, а я летаю отдыхать на север. Поэтому, наверное, в этом проявляется моя материковая сущность. А если вспомнить, где я родился, где я жил, то для меня, наверное, есть три страны в мире, которые я очень люблю. Это Россия, Латвия и Кипр. На Кипре ты уже сколько лет? 18. Когда ты уезжал из Латвии, принял такое решение, трудно тебе далось это решение, и как тебя принял остров? Не, на самом деле решение было не трудно, абсолютно. Это была романтическая история. Я познакомился со своей будущей женой в Москве. Она тоже журналист. Таксаной, да, да. И мы должны были принять решение, где мы дальше будем жить. На Кипре или в Риге. В Риге я тогда работал в огромном издательском доме петит. Я уверен, что рижане его помнят. И жители Латвии. Руководство очень хорошо отнеслось к известию об изменениях в моей жизни. Конечно, Андрей, привози супругу, все будет отлично. И мы рассматривали оба варианта. И в конце концов мы решили, что попробуем на Кипре. Нам показалось, что там больше перспектив. И мы знали, что в любом случае мы сможем вернуться в Ригу. И когда я прилетел на Кипр, это был 2002 год, Оксана, моя супруга, она работала на тот момент в газете, которая выходила здесь. Я стал главным. Газета на русском языке, да, уточним? Газета на русском языке была, уточним. Да, да, да. Вот двух лет я был главным ее редактором, а потом мы из-за конфликта с руководством мы с Оксаной ушли и создали свою газету. Давай расскажи, пожалуйста, как называется твоя газета и чем сейчас ты занимаешься? Потому что Андрей у нас издатель и главный редактор. Газета называется Европа Кипр, на острове ее хорошо знают, и наш сайт европагипр.ком. И, конечно, надо понимать, что сейчас 21 век, и если, допустим, 15 лет назад главным инструментом в нашем донесении новостей, то читает ли была газета, то сейчас это сайт однозначно. То есть в этом нет никаких сомнений. И я хочу сказать коллегам, если кто-то до сих пор цепляется за бумажную версию, мне кажется, стоит забыть о ней. Многие говорят, что, допустим, пожалуй, люди в возрасте 50+, они предпочитают бумажную версию. Ну, не знаю, вот моему отцу 77 лет, он живет в Латвии. И он уже лет 5 читает, ну, то есть он черпает новости в интернете. Ну, мне кажется, это показательный пример. То есть надо думать в эту сторону. Ну, понятно, что мир движется вперед, хотя сейчас мир застрял на этой паузе. Вот давай про эту паузу поговорим. Я прочитала новость на вашем же сайте, что 21 мая, то есть вчера, на Кипре был всего один инфицированный человек. А также там у вас стоит такой репортаж, фоторепортаж красивый, который называется «Фильм «Антиутопия». Сидим дома по-кипрски». Мы вынужденно в нем участвовали. Да, у вас стоит это. И как это было? Вот расскажи, пожалуйста, как вообще это было? Как этот период вы начали? И что сейчас происходит? Мы уже сегодня употребляли слово «сига-сига». Вот в таком же режиме до нас дошел и коронавирус. Кипр был последней страной Евросоюза, где не было инфицированных. И в конце концов 9 марта появился первый заразный режим. Поначалу настроение было, не скажу, что легкомысленное. Власти нет, этого, конечно, не было. Но, в принципе, все были настроены на позитив. Однако постепенно, каждый день появлялись все новые и новые инфицированные. В основном это были люди, которые прилетали из Великобритании. Мы хорошо помним, что власти Великобритании, они в борьбе с коронавирусом, они решили пойти иным путем. Я не буду рассказывать, каким именем, я думаю, все это знают прекрасно. И в итоге через две недели, то есть 21 марта, было принято решение о закрытии регулярного пассажирского авиасообщения. С тех пор есть только так называемые репатриарационные рейсы. В основном они прилетают из Афин и из Лондона, хотя есть и из Москвы, и из других городов. Но так получилось, что основные точки проживания киприводов за границей – это Греция и Великобритания. А много людей застряло на Кипре, иностранцев? Туристы достаточно быстро были вывезены. В течение недели основная масса. По поводу россиян могу сказать, что еще недавно, дней 10 назад, их число оценивалось в 500. Те, которые застряли на острове, но с тех пор было, по-моему, 2 или 3 рейса вывозных, и сейчас около 300 осталось россиян, которые хотели бы покинуть остров. И, соответственно, прилетают из Москвы тоже люди, которые оставались в России. Но, тем не менее, семьи у них здесь, бизнес здесь. Это достаточно непростая история. Понятно, что часть людей осталась без работы. У некоторых деньги на исходе были. И сейчас перед нами такая очень серьезная задача – перезапустить экономику. Но как это сделать? Ну, безусловно, у правительства там есть определенная стратегия. Приняты несколько законопроектов. Но одно дело принять это на бумаге, а другое дело реализовать в жизни. Нам, конечно, предстоит очень непростой период. И, наверное, попросила рассказать об этом поэтапно, что мы испытывали. Так вот, 21 марта было закрыто регулярное жёсткое сообщение, а 24 марта был введен комендантский час с 9 вечера по 6 утра. То есть никто не имел права выйти на улицу. Вообще нельзя было выходить, да? Да, вообще нельзя было выходить. Ну, естественно, за исключением полицейских, медиков, пожарных, тех людей, у которых ночная работа, они должны были получать спецразрешение. И вообще в сутки можно было выйти из дома только один раз. Для этого нужно было отправить смс-ку на единый номер, дождаться получения одобрения, потому что ответ мог прийти отрицательный. И только после этого покидать дом с собой. Естественно, нужно было иметь мобильник с этой смс-кой и удостоение личности паспорта, либо айди. Ну, жёстко там у вас так, да? Вот, и практически всё было запрещено. То есть купаться в море было нельзя. Вот залы закрылись, магазины работали только продовольственные, и товары первой необходимости, больше ничего. Школы закрылись. В общем, ну, наверное, это по поводу школы, это, наверное, везде так. И только 4 мая наступил первый этап ослабления ограничительных мер. Значит, нам разрешили выходить из дома три раза в сутки. Но то же самое нужно было отправлять смс. Без неё никак. Вот, разрешили купаться в море. Вот, ещё какие-то были ослабления. А 21 мая, то есть вчера наступил второй этап, ну, тут уже практически свобода. Многие до сих пор по привычке отправляют смс-ки на этот единый номер. На самом деле делать это уже не нужно. Всё, можно выходить в любой момент. Комендантского часа нет. Купаться в море можно. Но единственный прикол, что плавать можно, а находиться на пляже после водных процедур нельзя. Сразу убегать. И это ограничение снимут только завтра. До сих пор, значит, те люди, которые явно так нарушали это постановление, их штрафовали на 300 евро. Ничего себе! И много оштрафованных? Ну, вот в минувшую субботу очень активно была полиция Лимасова. Она 18 человек арестовала. А в воскресенье были... Ой, не арестовала, а штрафовала. А в воскресенье были по всему острову 40 дней человека штрафованы. Из них четверо арестованы, потому что, ну, они просто оказали сопротивление полиции. Ну, то есть с завтрашнего дня загорать уже будет можно. Андрей, скажи, пожалуйста... А, да, еще вот я читала у вас же на сайте, что на Пасху было очень много людей оштрафовано, и дроны летали, смотрели, не идут ли люди в церковь. Как киприоты вообще это восприняли? Да, для киприотов это был, конечно, очень болезненный момент, потому что киприоты — религиозная нация. Но тут надо, мне кажется, важную ремарку. Для них религия — это праздник. Они всегда приходят в церковь, в храм с радостью. Никогда я не видел в храме какие-то негативные моменты. Пасха для них фактически главный религиозный праздник наравне с Рождеством. Обычный киприот не представляет, как можно не пойти вечером в церковь накануне Пасхи. Для него это просто невозможно представить. И тем не менее, вот именно так было в этом году. Нельзя было прийти в церковь. Многие хотели прийти за благодатным огнем, но это было запрещено. Ну вот этот период, к счастью, уже заканчивается, мы надеемся. Когда открываются аэропорты, как вот дальше? Туристический сезон. Ваши власти сказали, что хотят вернуть миллион туристов на Кипр. По сравнению с тем, что было, там три, по-моему, миллиона или четыре. То есть это, конечно, не самая большая цифра, но и ее, наверное, трудно будет выполнить, эту задачу. Как вообще планы? Да, кажется, даже миллион будет очень непросто привезти туристов. Потому что сейчас люди, многие, может кто-то понимает, но мне кажется, основная масса, конечно, тяжело осознать, как именно мы будем летать, как именно мы будем отдыхать. Что касается каких-то технических решений, то, по-моему, сегодня должно правительство объявить о том, что аэропорты Пафоса и Ларнаки будут открыты 9 июня. В июне, уже скоро. Две авиакомпании уже объявили о своих полетных планах. Это Cyprus Airways и РНР. Ну, поскольку мы радиоболтком находимся в Риге, то я сообщу, что первый рейс запланирован на 4 июля. Это РНР. Это суббота. Предполагается, что РНР будет летать из Риги в Пафос раз в неделю по субботам. Вылет в 10.50, приземление в 14.40. Так, я зашел вчера на сайт РНР, смотрел, цены 82 евро, по-моему. Можно найти, если чуть подальше, за 72 евро. Есть подороже, 112. Ну, вот примерно такой диапазон, чтобы было понятно. При этом, мне кажется, еще важно понимать, что билеты продаются. Ну, не исключена такая ситуация, что человек с билетом не сможет улететь, потому что, ну, мы реально вступили в новую эпоху, когда предсказуемость, она далеко не самая высокая. То есть человек должен понимать, что есть определенный рейс, даже несмотря на то, что у него будет авиабилет, он может просто не улететь, потому что рейс не состоится. И об этом недавно совершенно сказал министр транспорта Республики Гебрия Нискоросос. Он сказал, что помните, пожалуйста, об этом, что если рейс не состоится, вы получите ваучер. Но этот ваучер, он, в принципе, он через год, то есть срок его действия год. Допустим, если вы купили на июль 2020, то не исключено, что вам предложат замену в декабре 2020 или в мае 2021, это я все рассказываю не к тому, чтобы напугать людей, а просто чтобы предупредить. Скажи, а отельеры как готовы к вашему приему? У нас же плачут. Да, с отелями большие проблемы. Непонятно, сколько из них откроется. Разрабатываются, конечно, критерии приема туристов. Мы об этом писали. Например, там 6 часов должно быть, ну вот если взять какой-то конкретный номер в отеле, вот человек выселился и новый заселяется. Разница должна быть 6 часов, то есть за эти 6 часов должна быть полная дезинфекция, номер произведена и так далее. Были мысли по поводу шведских столов. То есть идеи такие предлагались, и в принципе они одобрялись большинством, хотя еще пока не приняли, что в ходе того, что туристы должны будут приходить на завтрак в масках и в перчатках. Андрей, я тебя прерву на несколько минут. У нас рекламная пауза, мы прямо продолжим с этого места, с масок и с перчаток. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы продолжаем программу «Личное утро» на радио «Болтком». С нами, ввиду ее я, Рита Трошкина, с нами сегодня Андрей Всетидийский, наш коллега, латвийский журналист, уехавший в свое время на Кипр, и 18 лет он живет на Кипре и издает там газету, и сейчас замечательный сайт «Европа Кипр». Андрей, мы продолжим с того места, вот о туристах, потому что всем очень интересно. Вот приезжаем, допустим, кто-то решится поехать отдыхать. В этом году на Кипр в июне открываются рейсы первые. Что ждет в отеле? Какая социальная дистанция? Что будет с развлечениями, с какими-то? Ну, с пляжами понятно, что будет можно, да? Вот расскажи подробности. Ну, вот мы остановились на масках и перчатках о том, что вот именно так, то есть там неплохо бы приходить на завтрак, но, как я понимаю, я надеюсь, что это осталось на уровне идеи, не более того. Потом, когда все это обсуждалось, произносились такие фразы, ну, вы же понимаете, что мы не можем посадить туристов в карантин на 14 дней. То есть даже сама вот эта мысль, она произнесенная вслух, она звучит как-то ужасно просто. А я просто поясню, репатриационные рейсы, люди, которые возвращаются на Кипр, они обязаны провести 14 дней в карантине в отеле. Ну, это везде там, да. Все это за счет государства. И мы публиковали несколько репортажей из этих отелей. Очень мне понравился позитивный репортаж девочки, которая вернулась из Лондона. И вот ее поселили в пятизвездочный отель. Значит, она там утром у них, днем, она выходит на балкон, какая-то для них развлекательная программа, зарядка, дискотеки. Но при этом никто не может выйти из своего номера. То есть дискотека идет, но каждый танцует на балконе своего номера. По-моему, здорово. Ну, зато угощают всякими вкусностями, да? Делать ничего не надо. То есть какие-то плюсы в этом были, наверное, у них. Ну, подкладывают под дверь номера. Человек должен сам забирать, потом поел все, что осталось, выставил за дверь. Уборка номера самостоятельно, его обеспечивают всеми техническими средствами. Ну, реально новая жизнь наступила. Это однозначно. Мы все должны осознать, что жизнь уже никогда не будет прежней. В чем-то это, наверное, можно сравнить. Ну, если иметь в виду туристов и полеты, это, наверное, можно сравнить с башнями-близнецами в Нью-Йорке. Я все помню, как мы беззаботно летали до 11 сентября, и какое ужесточение пошло после этого. Сейчас нас ждет новая волна ужесточений. Я думаю, что нам придется приезжать в аэропорты за 4 часа до вылета, иметь при себе паспорт здоровья. Ну, естественно, справку о том, что ты не заражен коронавирусом, коронавирусом, и т.д., и т.п. Весело. Будет весело. Будем смотреть. Будем смотреть. И вот что касается этого лета, нынешнего, да, все-таки, какие еще предосторожности надо? Вот начнет Кипр принимать. Или все-таки летом нельзя будет, например, туристам. Туристам из России, наверное, нельзя будет еще приезжать? Как у вас там будет информация? Сформирован список из 20 стран, откуда туристы к нам смогут прилететь. Это вот такая первая волна. Ну, Латвия может? В России там нет. Да, Латвия, я так понимаю, все нормально, потому что у нас обстановка, ситуация эпидемиологическая примерно, они похожи достаточно. Долгое время вообще цифры практически совпадали. Сейчас Латвия чуть-чуть опережает Кипр по количеству заразившихся и умерших. Ну, ситуация примерно такая же. Поэтому граждане Латвии, жители Латвии, конечно, я думаю, что смогут прилететь на Кипр отдохнуть. Ну, а что касается музеев, вот всех вот этих вот великих раскопок, да, гробницы кипрские, какие-то театры, какие-то события, это будет происходить? Или ничего в этом году ждать не придется? Да, запланировано всего четыре этапа ослабления карантинных мер. И на третьем и четвертом этапе, Рита, вот все будет сделано о том, что ты говоришь. То есть будут открыты археологические площадки, театры, театры, разрешают проводить концерты, но это уже как бы самый последний этап, четвертый. Соответственно, надо уже подождать июня, то есть третий этап начнется 9 июня, третий этап ослабления. В общем, будем ждать июня и будем читать новости на твоем сайте европакипр.ком. Да, еще давай такой философский момент просто обсудим, очень интересно, у тебя там такая, во-первых, у вас есть статья, как преодолеть стресс и депрессию, с такими полезными советами. Давай нам, пожалуйста, расскажи свои какие-то лайфхаки, свои советы, вот как вылезать из этой ситуации, потому что у тебя очень хорошая фраза там есть на твоей страничке. Пребывание в изоляции, я цитирую, благотворно подействовало на меня. Я осознал, что лучший путь к умиротворению – отстраненность. Ко мне пришло осознание внутренней силы, которой я непременно воспользуюсь в дивном посткоронавирусном мире. Все желание получит тот, кто способен терпеливо ждать и черпать в этом энергию. Вот, Андрей, прямо узнаю тебя и с таким свойственным тебе юмором, таким скрытым, да, и, в общем-то, такое философское осмышление. Расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришел, что вообще это все значит? Ну, мне кажется, часть этой фразы – это просто Будда, так считал. Другая часть, я не помню кто. Но как-то все это во мне во время пребывания в изоляции выкристаллизовалось постепенно. На самом деле, мне кажется, я пережил это достаточно легко, потому что я интроверт. Вот у экстравертов были реальные проблемы, у тех людей, которые просыпаются и тут же начинают звонить. Есть такие люди, они набирают вот кнопочки на телефоне и еще даже не знают, что скажут, но звонить уже надо. Я не такой. Я могу спокойно целый день, не знаю, просидеть за компьютером, читать что-то, размышлять, писать. Не, ну понятно, что надо прерывать на какую-то физическую активность и так далее. Это все ясно, но я совершенно не испытывал от этого никакого дискомфорта. Появилось больше свободного времени. Это время я использовал для чтения, размышления. И, не знаю, мне кажется, что в конечном итоге все, что нам приходится сейчас испытывать, оно в каком-то смысле к лучшему. Это, конечно, спорная мысль. Но у меня почему-то такое ощущение, что в конечном итоге, наверное, что-то в нас станет лучше. В отношениях людей? Да, в отношениях людей в первую очередь. Я еще в Риге об этом писал, что очень много ненависти в мире. Это как на уровне разных народов, условно, допустим, есть конфликт арабы-евреи, русские-американцы, русские-латыши и так далее. Так и на уровне, ну я не знаю, смешной пример, например, фанаты футбольных клубов «Зенит» и «Спартак». Ребята, ну что вы делите? Вы же русские люди. Может быть, вы будете просто по-доброму относиться друг к другу? Вот, возможно, вот эти ситуации, которые нам пришлось пережить, но Кипру и Латвию, мне кажется, в общем-то, они остались в стороне от этого мейнстрима, потому что основные ужасы, конечно, выпали на долю Испании, Италии, США, Великобритании, Франции. Мы как-то остались в стороне, но тем не менее мы могли осознать то, что происходит в тех странах, которые мы любили посещать, как туристы, это всё рядом. И эти смерти, и реально совершенно тысячи людей умерли, их уже больше нет. Возможно, нам стоит задуматься о том, что нужно что-то изменить. И в том русле, в котором мы двигались до коронавируса, видимо, это уже бессмысленно. Возможно, мои слова, они звучат несколько, ну, расплывчато, но тем не менее, мне кажется, вот ядро есть. Ну, реально нам каждому человеку надо призадуматься, призадуматься, сделать какие-то выводы из вот этого двухмесячного периода. Ну, да. Это, конечно, да, вопрос в том, кто какие выводы сделает. То есть, кто-то, кого-то философские размышления и вот эти вот ограничения, изоляция подталкивают к нормальному такому движению вперёд, да, когда человек идёт, двигается и думает как. А кто-то, наоборот, может быть, злится и нервничает. Скажи, пожалуйста, что тебе помогало сохранять равновесие тебе, вот Оксане твоей, сыну? Что помогало держаться? Ну, давай вот какие-то книги, музыка, там, природа, я не знаю, что. Что ты читал? Наверное, в первую очередь, работа всё-таки, потому что, мне кажется, очень важно, что то дело, которым ты занимаешься, оно должно приносить тебе радость. Ты должен быть в гармонии с собой. Если это не так, то человеку, мне кажется, нужно менять профессию. В данном случае у нас как бы, ну, всё здорово. Мы занимаемся именно тем, чем хочется заниматься. Вот. Безусловно. Если забыть о работе, то это, конечно, чтение. Потому что, ну, я, конечно, люблю путешествовать, но по понятным причинам последние два месяца это было невозможно. Просто я сейчас вот вспоминаю, вот ровно год назад я был в Алма-Ате, в медиафоруме. У меня было совершенно шикарное общение с коллегами от Италии до Китая. Понимаете, Казахстан — огромное пространство, открытые люди. Всё было прекрасно. Звонок, приглашение на этот медиафорум я получил, когда находился в Берлине. Понимаете, сейчас это всё звучит как фантастика, потому что никуда последние два месяца мы летать не могли. А вот это было всего лишь год назад. Что касается чтения, то... Ну и шахматы. У меня достаточно... Шахматы, да. Сусловно, главная книга в ней — это Марк Дворецкий Эншпиль. Это очень серьёзный труд, и человек, который прочтёт эту книгу до конца и всё поймёт, я думаю, он будет входить в число ста сильнейших гроссмейстеров мира. Я освоил пока, наверное, где-то восьмую часть этой книги. На какой-то странице? Словно, на пятидесятых. Понятно. На самом деле, наши гроссмейстеры не знают все тонкости, которые изложены, и как ни парадоксально. Из книг, что ещё, прочитал я недавно Михаила Лобковского «Хочу и буду». Это известнейший российский психолог. И, знаете, иногда полезно просто структурировать своё мышление. То, что у тебя было в подкорке, в подсознании, вот этот человек, он прекрасно излагает, очень структурированно, и просто преподносит на ближечки. А из того, что я начал читать совершенно недавно, это главное произведение Сомерса, это мой эмо-театр. Просто мне вот за последний год я неоднократно убеждался в том, что наша жизнь – театр. И как-то вот я решил прочесть этот роман. Ну, замечательно. Нам недавно в эфире также Велина Годунова, наша балерина рижская, которая в Берлине на карантине, она в театре там работала, тоже напомнила эту фразу и сказала, что в этом мире, который театр, мы всего лишь кардебалет. Поэтому принимайте правильные решения. Вот это вот было такое, видите, как пересекается всё, да? Андрей, очень приятно слышать, что ты верен себе, что твои шахматы, наверное, Ильф и Петров, да, твой любимый, мы помним, что это твои такие фишки были всегда, и шахматные твои вот увлечения. Я хочу спросить про твоего маленького друга. У тебя на страничке рассказ есть, что в ноябре ты взял маленького котёнка, нашёл маленького котёнка по имени Кеша. Он как поживает? Он, наверное, тоже тебя радует во время карантина? Он где-то здесь сейчас. Может, даже показать нам можешь его. Регламент поискать и предъявить в эфире. Он отлично себя чувствует, освоился ему уже полгода. Расскажи эту историю. Ну, в общем, может, жизнь удалась. Как он появился у тебя? Пушистый, весёлый, радует нас. Косячить, конечно, не по-детски. Ну, это же котёнок. Как он у тебя появился? Откуда он взялся? А, я писал эту историю в Фейсбуке. Я просто вышел на крыльцо офиса, и это было в ноябре прошлого года, и просто жуткая картина какая-то была. То есть маленький комочек пушистый сжался от ужаса, и его била родная мать. Ну, меня это просто вывело из себя в ситуации, а мать тут же прогнала, а котёночка забрал к себе. И, ну, понятно, что ему первое время было очень трудно перестроиться, потому что вся его жизнь... До этого я слышал мяуканье откуда-то, но он не мог понять откуда. То есть и до этого вся его жизнь это была сплошной стресс. И примерно двое суток он в нём и продолжал находиться, а потом оттаял. Он понял, что его любят. И, в общем, начал проявлять свои самые лучшие черты. То есть дарить нам любовь в ответ. Ну вот тоже это один из вариантов, один из способов доставить себе радость, завести такое животное чудесное дома. Ещё у вас на сайте написана очень интересная информация, мне понравилась, про Зевса и Геру. Да, ну вот Зевс и Гера в данном случае не традиционные классические боги, а другие совсем существа. У Зевса и Геры родились белые львята в зоопарке Пафоса. Да, ты видел их? Что там происходит в ваших зоопарках? Тоже дикая природа радуется? Эти два льва, они были везены из ЮАР на Гипр 7 лет назад. И первый белый львёнок на Гипре появился в прошлом году. Вот сейчас это уже здоровый организм. Он когда встаёт на задние лапы, он уже выше взрослого человека, но он по-прежнему ведёт себя как котёнок. И вот есть владелец зоопарка, Юлиус Христофору, он выкормил этого львёнка из бутылочки. И, соответственно, отношения самые тёплые. А в апреле этого года родились ещё два львёнка. Тоже оба белые, мальчик и девочка. И что самое интересное, дело в том, что из-за карантина зоопарк закрыт. И мама Гера, она до этого, она отказывалась выкармливать своих детей. Потому что обстановка, видимо, для неё была слишком нервная. А сейчас она расслаблена, прекрасно себя чувствует. Сама кормит двух львят. Полная гилия. И это не только у львов в зоопарке. Там и верблюжонок родился, и обезьянки, и пони. Редкие виды птиц. Впервые в зоопарке пафоса начали высиживать яйца. То есть это я к тому, что есть и моменты со знаком плюс. Есть плюсы. И это тоже нужно убедить. То есть не нужно сидеть там в кресле, словно расстраиваться, как всё плохо. Теперь ничего хорошего нас не ждёт. Это не так. Это не так. Нужно в любом моменте ввести позитив. Не циклиться на плохом. Андрей, вот у нас уже программа к концу подходит. И один из главных вопросов я не успеваю задать. Расскажи, пожалуйста, о ваших читателях. Вот у тебя газета много-много лет выходила. Там была своя аудитория. Это русская аудитория, да, в основном. Это русская диаспора на Кипре. Сейчас сайт. Расскажи, кто эти люди. Как они туда попали. Ну как вообще всё там происходит у вас? Да, мы... 99% наших материалов о них посвящены Кипру. Ранее редко мы пишем не о Кипре. Но только в том случае, если это действительно очень сильно влияет на читателей. Допустим, ну, могу пример повести. Какое-то решение принято на уровне Евросоюза. Слово «Кипр» там не написано. Но понятно, что раз Кипр, он является страной, членом ЕС, то на нас это тоже скажется. Или если что-то ужасное происходит, ну, допустим, Нотр-Дам в Париже, или там в России что-то очень важное. Конечно, мы это даём. Но я повторюсь, 99% наших материалов, они посвящены Кипру. Люди, которые владеют русским языком, живущие на Кипре, это разумная оценка, около 50 тысяч. Вот для них мы и пишем. Немало. И, конечно, мы, для тех, кто не живёт на Кипре, но каким-то образом с ним связан. Допустим, у них семьи здесь есть, но бизнесмены, характер бизнеса таков, что человеку нужно мотаться по всему миру. А семья живёт на Кипре. Это как пример. И, допустим, бабушки с дедушками, которые живут в России, вот, а их дети, ну, те же, вот на Кипре, естественно, их интересует то, что происходит на острове. Люди, которые здесь живут, их, ну, трудно как-то вот под одну гребёнку. Они самые разные. Это есть и олигархи, для которых, ну, не знаю, вот на днях была статья в запребежной прессе. Значит, там была такая история. Наша женщина из Москвы на отдыхе пришла в ювелирный магазин и сказала, вы знаете, мне часы нужны, просто чтобы можно было плавать в них. Ну, такие, знаете, вот примерно за 20 тысяч евро есть у вас. Татарец очень удивился, сказал, ну, знаете, это же дорого, 20 тысяч, мы как-то вот не подумали, что вот, чтобы они ещё были водонепроницаемы. Она говорит, дорого, да ладно, вы смеётесь, у меня в Москве там за 150 тысяч такие часы. Я просто их забыла, а вот, ну, прилетело на Гипра, а часы нужны. Так что, ну, давайте посмотрите, что там у вас недорогое за 20 тысяч. Как в анекдоте, да, да, да. А за углом, да. А за углом дороже, да. Да. Есть люди, которые буквально выживают, они, ну, я не знаю, посудомойки, уборщицы. Эти люди буквально от зарплаты до зарплаты на какие-то копейки. Это важно очень понимать этот момент, потому что у многих внешнее представление о Кипре, как о районной земле. Да, здесь неплохо на самом деле, но вот те истории, о которых я сказал, они тоже имеют место быть. И есть средний класс, ну, как и везде, наверное, у которых нет миллионов, но которые более-менее обеспечены. У них есть либо какой-то бизнес, либо хорошая работа. И, в принципе, они относительно уверенно смотрят в завтрашний день. Вот как-то так, наверное. Ну, в общем, если ты 18 лет там живешь, то это уже, как бы, это твой дом основной, наверное, да? А Рига у тебя просто как ностальгические поездки, воспоминания. Или как вот ты себя, где ты себя видишь? Ну, дом, конечно, да, для меня Кипр, но в то же время в Риге у меня живет отец, живут родственники. Я, ну, два раза в год я точно прилетаю в Латвию. В Латвии у меня есть друзья, многие обо мне помнят, любят и ценят. Я надеюсь, если кто-то потерял меня, то, мне кажется, вот эта программа, возможно, поможет найти. Найти можно в Фейсбуке, можно в Инстаграме, ну, или вот позвонить Рите, Рита подскажет. Мы напишем еще на сайте. Очень рады, что ты был с нами сегодня, что мы с тобой разделили твое личное утро. Жаль, что пирог этот кипрский не разделили, но мысленно, да? Как бы. Спасибо, Андрей, за рассказ. Будем обращаться к тебе за всевозможными подробностями о жизни и отдыхе на Кипре и как это вообще будет происходить в этом году, конечно, никто еще не знает точно, но у тебя есть сайт. И спасибо тебе за это. И большой привет Оксане и сыну Льву. Рита, если это возможно, я еще хочу напоследок, ну, нечто вроде пожелания. Да, обязательно. Батвии слушателям радио Болтком. Я хочу сказать, что вот в такой тяжелой ситуации, которая, она еще не завершилась, хвалите себя прежде всего, в первую очередь, за гармонию с собой. И помните, что время не бесконечно, проводите его с теми, кого действительно любите. Спасибо тебе. Хорошего дня, хорошего окончания недели и успехов во всем. Спасибо, Андрей. До свидания. Спасибо.